Отопительный сезон не за горами. Уже сегодня некоторые жители полуострова бьют тревогу. Проблемы с отоплением остались еще от прежних украинских властей. Один из проблемных районов – село Перово Симферопольского района. Местный дом культуры не отапливается уже несколько лет. В этом убедилась наша съемочная группа. Уже на входе в дом культуры чувствуешь, как изнутри веет холодом. Местные жители говорят, что проблемы с отоплением здесь уже больше 10 лет. И в таких условиях дети занимаются изо дня в день. Это обычное занятие в кружке по пению. Вот только несмотря на солнечную погоду на улице, в самом помещении ученикам приходится заниматься в теплой одежде. Здесь очень холодно. Батареи нет, отопления нет. Преподаватель по пению Наталья Бирюлева показывает голые стены, на месте которых когда-то висели обогреватели. Поскольку в один из годов произошла ситуация такая, что были сильные морозы, естественный процесс, батареи лопнули. Дом культуры в селе Перово – один из крупнейших во всем Симферопольском районе. Но уже долгие годы он находится без должного внимания. Наш дворец культуры – это прекрасное здание. И зал у нас великолепный, и классы у нас оборудованы. У нас очень много кружков. И всё, что происходит на сегодняшний день, очень огорчает. И мы очень надеемся на то, что крымские власти сегодняшнего дня помогут нам в решении этого вопроса. Наладить отопление и наладить наш быт. Обращений, связанных с отоплением по всему Крыму, поступило около полутора тысяч, рассказывает глава парламента Владимир Константинов. Именно он поручил взять на контроль решение каждого проблемного вопроса. Наша задача не только – это озвучивать цифры сухие, но и принять всевозможные меры по решению проблем. И самое главное для нас – мы не должны допускать, чтобы дети наши мерзли. В российском Крыму это уже, на мой взгляд, недопустимо. Если с финансированием будут проблемы, то эти проблемы решаемы. Нужно понимать, что это для нас приоритет, а мы не можем допустить, чтобы дети мерзли. По словам министра ЖКХ Крыма Александра Жданова, Крым на предстоящий отопительный сезон полностью обеспечен газом. А в случае значительных похолоданий или возникновения аварийных ситуаций на газотранспортных системах утверждён график перевода на резервные виды топлива и ограничений поставок природного газа. На проведённом 13 октября республиканском секретарном совещании руководителей городов-районов отчитали, что готовность жилых домов будет обеспечена в срок до 1 ноября 2014 года. Пока составление осуществляется подготовка жилого фонда в Крыму в городе Симферополе, а также в Кировском, Ленинском, Иксанском районах. Кроме того, на заседании президиума был одобрен ряд законопроектов, которые будут рассмотрены на ближайшей сессии Крымского парламента. Оксана Куприянова, Алексей Романов. Время новостей.